всем салют дорогие друзья вы на канале мега всяковщина сегодня у нас будет скажем так новенькие производители на канале давно ребята тоже просили будет ли что-нибудь из журнальной серии от ашет там по моему легендарные советские автомобили я ее честно говоря видел неоднократно но меня почему-то отталкивал честно говоря функционал это журнальная серия модель автомобилей там в двадцать четвертом масштабе но они просто модельки на подиуме скажем так никакого функционал там нет ничего не открывается то есть скажем непонятность был непонятный момент был с данным производителем но в принципе почему бы и нет подвернулись мне парочка по распродаже правда к сожалению без журнала я взял кое-что что мне отлично было интересно просто посмотреть это сами модели они брал по моему на скейл кар у них была распродажа на них что-то в районе 700 рублей я покупал вот но эта версия без журнала журналом это скажем так моделька уже стоит около полутора тысяч то есть вроде бы скажем так цена то в принципе как и за полноразмерную модельку функционал здесь никакого нет взял просто в принципе это серия уже вышел их вышла или выходит я уже не знаю на довольно таки давно и думаю уже все кто хотел ее уже собрали но чисто ради интереса посмотреть что она из себя представляет журнал я не собираю а вот саму модель быть довольно таки я думаю интересно посмотреть это часть журнальной серии тут еще журнальчик с ней идет ну думаю все знаете все видели вот взял я здесь газ 21 и волга почему тут не на прям просто нравится такая старенькая волга приятный внешний вид вот решил взять именно ее для первого обзора посмотреть ну что у нас здесь у нас для этой серии вообще стандартнейший пузырек с блистером прозрачным автомобиль у нас здесь идет на подставочке вот журнал здесь мы видим оторванный это хашет коллекция по лицензии по газ как вы видите опять же повторюсь журнальчик я не собираю но то журнальчик такой же как и во всех журналках такой нормальный цветной скажем так толстенький буклет большого размера вот и все мне больше интересует сам автомобиль что давайте посмотрим вместе у нас здесь такое внутри опять же серия выходит довольно таки давно и много интересных автомобилей в ней есть опять же немножко отталкивается особенно если брать это все хозяйство вместе с журналом так давайте она сейчас все вынула немножко пыли картонную выберу и посмотрим уже саму модуль и так дорогие друзья газ 21 и волга от ашет коллекция в масштабе 1 толстить 4 журнальной серии честно говоря выглядит очень и очень даже достойно для журнал очки опять же в 24 масштабе опять же есть подставочка минная причем покраска покраска на удивление очень даже хороша да здесь нет никакого функционала данные волги это просто скажем так стендовая модель но сделано на вполне себе очень даже достойно опять же у нас резиновый покрытие колеса крутится как передние показания единственный маленький нюанс с подставочкой у меня нет такого ключа чтобы скрутить ее с постамента ну да и варма в принципе там какой-то по ходу треугольник нужен ладно не суть в принципе посмотрим на подставочки выглядит очень даже неплохо опять же здесь у нас модель полностью застекленная то есть салончик мы там видим но все это за стеклом детализация это принципе очень даже неплохая ну наши классические колпаки на колесах опять же хромированные молдинге присутствуют волга под мне нравится она вот старенькая минут по своему внешним виду смотрится очень даже достойно на мой взгляд опять же окантовочка скажем так стекла есть вот это но на них рай не хромирован и сделано просто скажем так серебряночка выделено принципе тоже неплохо только плюс что она здесь ну блин больше ничего нет покрасочка хорошая ровный однотонный такой красивый глянец цвет кстати причем очень довольно таки приятный никаких претензий нет так ну что по передней части автомобиля ну тут уже у нас полный полный классика номерок присутствует огромный хромированный бампер хромированная решетка все знают эмблему газовскую ну и соответственно сам шильдик опять же окантовка хромом сделан на фарах и фары сами сделаны такими прозрачными вставшими сделано отлично вот здесь вот только мне кажется тут должны быть наверное поворотники здесь просто хромом заль напали ну да ладно по моему передняя часть у меня в какой-то журналке лежит да 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 где агостини насколько я помню там она все это капот там точно по моему был вот эти вот мелкие элементы в огромном масштале можно рассмотреть прямо поподробнее вот ну что по передней части все в принципе узнаваемо выглядит очень-очень повторюсь неплохо вторая сторона у нас здесь аналогично вот груда кстати по покраске вообще никаких претензий все красиво ровненько без косячков без каких-либо прям зеркало у нас есть только с водительской стороны сделано отдельной вставочкой причем очень-очень миниатюрный так же как и вот эта вот антенна на крыше то есть она это прям лучше даже не дышать на эти детали смотрится все это обалденно ну тут настолько элемент просто крышка заправочного бака так по задней части даже огромное панорамное заднее стекло и сзади у нас тоже все отлично прозрачные красные вставыши присутствуют на задних габаритах опять же номер ну номер просто нарисован но тем не менее он есть огромный хромированный бампер с такими колоками и даже выхлоп выведен очень-очень миниатюрный ну детализация снизу там тоже какая-никакая присутствует насколько я вижу но из-за подставочки толком не разглядишь но она есть опять же выглядит в принципе очень даже достойно давайте просто салон заглянем руль ну да руль такой салон уже идет конечно упрощенненький но хотя блин это автомобиль каких годов извините меня тут все чисто по классике огромные диваны спереди и сзади сплошные руль есть больше там ну какая-то детализация приборной панели тоже присутствует но просто эта штамповка открыта в пластике тут ее это не разглядишь не разглядишь что еще приятно порадовали это вот дворнички сделан тоже отдельными элементами они просто отливочкой сделаны очень-очень даже достойно такая вот волга еще волга вот она мне думал кого она мне блин напоминает кто-то мне напоминает волгу а вот такой вот ford victoria что-то у них такое похожее есть скажем так определенное сходство присутствует это от вэль у нас производитель но кстати масштаб я думал он меньше по масштабу но если и меньше то прям ненамного как видите с подставочкой толком не сравнишь то есть тут 24 возможно 25 масштаб примерно вот они прям пипец как похоже даже по дизайну по боковым этим крыльям посмотрите есть определенное сходство что-то какие-то элементы наши тиснули для нашей волги из этого ford ладно не будем разбираться все равно мы этого никогда не узнаем что хочется сказать по модели модель в принципе неплохая опять же за свои деньги это да ну вполне неплохо как стендовая моделька поставить на полочку довольно таки неплохо смотреться но опять же если опять ее покупать со скидочкой скажем ты взял за 700 рублей то есть без журнала в принципе это нормально вот если по полному прайсу их покупать полторы тысячи сейчас они стоят меньше журнальчиком мне кажется для такого функционала точнее его отсутствие это немного дороговато наше время сейчас в пределах тысячи можно взять полную открывашку неплохую в 24 масштабе ну опять же все это на любителя кто-то собирает данную серию никаких претензий никому не для себя вот в принципе она мне сама модель мне понравился покупочки рекомендую но по ситуации кому кому как как говорится вот взял еще я чайку насколько я помню тоже меня на просто очень понравилось обзор не будет немного позже пока сейчас времени нет всем сразу заниматься вот будет еще чайка из данной серии хотел еще взять него но не и к сожалению не было в продаже него просто было интересно посмотреть на нее так вот получился принципе обзор всем спасибо за внимание оставляйте ваши комментарии по данному видео ставьте лайки и излайки адекватная критика всегда приветствуется подписывайтесь на канал будьте с нами до скорых встреч увидимся на канале